Дорогие друзья, дорогие братья и сёстры, шалом алейхм! Сегодня мне рассудилось поговорить на одну очень интересную тему, которую, к сожалению, как-то обходят стороной в христианской среде. Давайте вместе с вами прочитаем один текст из Священного Писания, который записан в книге Левит, 23 главе, 1-2 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, которые должно созывать Священное Собрание, вот праздники мои». Итак, что это за особенная тема, о которой я предлагаю нам сегодня с вами порассуждать? Если вы изучаете Священное Писание, если вы изучаете книгу Левит, то вы наверняка знаете, что в 23 главе книги Левит содержатся праздники Израиля. Но более точно их надо называть не праздниками Израиля, а праздниками Господними. Почему? Потому что Господь во всех подробностях заповедал Израилю праздновать эти праздники. То есть они, являясь праздниками, одновременно являются заповедями. Если мы сегодня спросим верующего человека, я имею в виду верующего христианина, какие заповеди ты знаешь? Наверное, кто-то сможет перечислить 10 заповедей, которые были даны на скрижалях. Возможно, кто-то вспомнит заповеди любви или заповеди блаженства, данные в Новом Завете. Хотя, в общем-то, это не совсем заповеди, но мы сейчас не будем в это вникать. Может быть, даже кто-то вспомнит одну из заповедей, которые были даны для служения в храме, и сегодня они невозможны к выполнению. Но при этом есть на страницах Священного Писания очень важные, очень нужные заповеди, которые Господь дал Израилю, которые сегодня несут для нас глубокий духовный смысл, о которых практически не говорятся в христианстве. И одна из таких заповедей, по моему убеждению, это заповедь, которая называется в иудаизме Сферат Омер. Буквально это можно перевести как отчет снопа. Это не единственный перевод, дальше мы еще об этом вспомним. И эта заповедь находится в этой главе среди праздников Господних. Как я сказал, 23 глава посвящена праздникам Господним, праздникам, в которые должны были собираться священные собрания. Первым из этих праздников является, безусловно, шаббат, суббот. Следующий за субботой упоминается в нашей главе праздник, который называется Песах. Как вы знаете, Песах, праздник опресноков, празднуется в течение семи дней. И вот в череде празднования праздника Песах есть один очень особенный день, о котором мы с вами читаем в нашей главе. Так, 23 глава, 15 стих. Отсчитай себе от первого дня после праздника, от того дня, который приносит и сноп потрясение, семь полных недель. Итак, мы с вами прочитали. В череде празднования праздника Песах есть один особенный день. В этот день еврейский народ приносит священнику снопы, омеры, снопы злаков. Причем каждый человек, который приносил плод, выбирал самый лучший сноп у себя на поле. И приносил его священнику. Почему именно сноп злаков? Наши мудрецы говорят о том, что, по сути, это состояние, когда хлеб еще до закваски. Дело в том, что, если вы помните, речь идет о праздновании праздника Песах. Это период, когда в Израиле запрещена любая закваска, любой хамедзе в доме запрещен категорически. Зерно, понятно, это состояние еще до закваски, задолго до закваски, а значит, это разрешено на Песах. Итак, первосвященнику приносят огромное количество самых лучших снопов. При этом мы с вами прочитали в нашем тексте, этот сноп называется сноп потрясения. Почему? Дело в том, что первосвященник тоже выбирал из этих снопов самый-самый-самый лучший, получается, лучший из лучших, и совершал с ним определенные действия, а именно потрясал им перед Господом и в молитве просил Бога о том, чтобы весь дальнейший урожай, все дальнейшие снопы Израиля были, как вот этот первый, самый лучший сноп. Кстати, интересная деталь. Традиция говорит о том, что в дальнейшем в Израиле, в более поздний период, стали приносить вместо снопа уже смоланную муку, которая тоже до закваски является основой для мацы, для пресноков. И, как вы, возможно, знаете, один из возможных переводов слова омер – это единица измерения, такой особый кувшин. То есть священнику буквально приносили кувшин с мукой, то есть омер. К чему я обо всем этом рассуждаю? Давайте еще раз прочитаем тот стих, который только что читали. Снова 23 глава, 15 стих. Отсчитай себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясение, семь полных недель. Итак, мы с вами прочитали, что нужно начать отчет. И здесь важно разобраться, начать отчет откуда. Дело в том, что в нашем переводе написано от первого дня после праздника. Однако, если вы читаете текст на иврите, то там буквально стоят слова «Мемахарата шаббат», то есть «после субботы». О чем же идет речь? Ведь, чтобы начать отчет, мы должны знать точно, какова эта точка отчета. И текст иврита, в отличие от синодального перевода и некоторых других переводов, дает нам в качестве точку отчета субботу, то есть на следующий день после субботы. Но здесь важно понять еще вот что. На страницах Священного Писания, я бы сказал в Библии, суббота – это не только седьмой день недели. То есть, каждый седьмой день недели, шаббат, называется субботой, но при этом есть субботы, которые не являются седьмым днем недели. Например, есть субботы, которые являются днями праздника. В качестве примера вы можете вспомнить праздник постановления кущей – суккот. Первый день этого праздника является субботой. Или Йом-Кипурым – судный день, как его называют в русском языке. Этот день является субботой. Не приравнен субботой, не как суббота. Он на страницах Священного Писания, если вы читаете на иврите, это вообще абсолютно видно точно, называется субботой. И тогда возникает вопрос, какую субботу имеют в виду здесь. Потому что, как мы с вами и говорили, в том числе первый день праздника Песах тоже является субботой. Может ли человек, который записывал, может ли Господь здесь иметь в виду на следующий день после праздника? Как, собственно, написано в синодальном переводе. Ну, теоретически, может быть. Но возникает вопрос, почему не написано конкретно после праздника Песах, да? Она писана после субботы. Более того, если мы говорим о том, что речь идёт следующий день после Песаха, то это 16-е число месяца Авив, в дальнейшем он стал называться в Израиле Ниссан, поскольку Песах 15-го, 16-го числа должен быть отчёт. Но нигде на страницах Священного Писания мы не находим дату, в отличие практически от всех других еврейских праздников, кроме ещё одного, который мы вспомним чуть позже. Так вот, нигде мы не находим упоминание даты этого отчёта. Почему? Может быть потому, что у этого есть объяснение. Дело в том, что в отличие от праздничной субботы, которая всегда выпадает на конкретный день и дату, суббота, седьмой день недели, может быть на разные даты. Тогда получается, что автор или Господь, когда давал этот текст, имел в виду на следующий день после субботы, седьмого дня недели. Как вы понимаете, я надеюсь, поскольку Песах празднуется в течение семи дней, то хотя бы одна суббота, как седьмой день недели, среди них обязательно закрадывается. А какой день следует за субботой? Седьмым днём недели? Воскресенье. В русском языке так называется. В иврите это называется первый день недели. Запомните эту мысль. Первый день недели, к ней мы ещё чуть позже вернёмся. А сейчас давайте прочитаем следующий текст. Левит, 23 глава, 16 стих. До первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. Я думаю, вы уже догадались, может быть кто-то понял, что именно от этого дня, о котором мы до сих пор много рассуждали, начинается отчёт, отчёт до праздника Пятидесятницы. Шавуот, как это называется на иврите. И при этом праздник Шавуот на страницах Священного Писания, второй праздник, дата которого нигде не упоминается. Не кажется ли вам странным, что между этими двумя датами есть определённая связь? Начало отчёта. Мы не знаем даты. Конец отчёта. Мы не знаем даты, а значит они между собой связаны. Почему мы не знаем даты? Может быть именно по этой причине, поскольку они не имеют постоянной даты. Но у меня сейчас другой вопрос. А кто считает, ибо мы с вами прочитали, отсчитай, кто сегодня в христианстве ведёт этот отчёт. В иудаизме есть. В иудаизме, кстати, надо сказать, что в большинстве своём иудаизм признаёт, что речь идёт именно от праздника Песах надо вести отчёт. Так вот на следующий день после празднования праздника Песах, то есть 16-го числа месяца Ниссан, люди начинают считать. При этом произносятся особые молитвы, благословения, и каждый день правоверный еврей произносит в молитве, какой сегодня день до праздника Шавуот, Пятидесятницы. И здесь можно было бы задать вопрос. Ну окей, но зачем ты обо всём этом рассуждаешь? На самом деле мы увидим очень важную вещь, особенно в свете того, о чём Павел пишет. Но давайте к этому придём чуть-чуть позже. Сейчас я хочу прочитать вместе с вами ещё один текст из нашей главы. Книга Левит, 23 глава, 10 стих. «Объявися нам Израилевым и скажи им, когда придёте в землю, которую я даю вам, будете жать в ней жатву, то принесите первый сноб жатвы вашей к священнику». Итак, в тот день, с которого начинался отсчёт до дня Пятидесятницы, первосвященнику приносили снопы. Почему я прочитал этот текст? Потому что здесь этот сноб называется первый сноб. В еврейском языке здесь стоит слово «рашид». Слово «рашид» переводится с ивритой как «первый», но есть ещё и другие варианты перевода. Это первородное, первое, начаток, начало. Для тех из нас, кто изучает Новый Завет, наверняка эти слова очень знакомы благодаря апостолу Павлу. Павел, очень часто говоря о Мессии, использует это в различных своих посланиях, говоря о нём, использует слова, которые могли бы быть переведены на иврит, как «рашид». Что позволяет Павлу использовать эти слова по отношению к Мессии? То же самое, что позволяет Павлу говорить о Мессии, как о Пасхе. Мы с вами читаем, Павел говорит, «Мащех» – наша Пасха, Мессия Христос – наша Пасха. Почему? Христос был распят 14-го числа месяца Ниссан. 15-го числа наступил Песох. В глубокой древности, когда еврейский народ 15-го числа месяца Ниссан вышел из Египта, через три дня наступило 18-е число месяца Ниссан, и это было первое воскресенье в этой череде. Точно так же, как в год, когда Мессия взошёл на крест. Мы с вами знаем, он воскрес в воскресенье, то есть в день, когда возносились первые снопы, в день, когда должен был быть начат отчёт до празднования праздника Пятидесятницы. И я напоминаю, мы с вами говорили, священник, принося плоды, потрясая снопом, говорил, «Да будут все последующие снопы, подобные этому». И эту мысль мы очень часто находим у апостола Павла, который говорит о том, что мы должны быть подобны Мессии. Он наш начаток, он наше начало, он наше первородство, он наш Рашид. Но только если Исушуа действительно воскрес в этот день, то он таковым является. А значит, с датами мы определились правильно, и днями недели. День начала отчёта – это следующий день после субботы седьмого дня, когда Ишуа воскрес из мёртв. Но это ещё не всё. Я хочу с вами вместе прочитать ещё один очень интересный текст, но уже из книги «Исход». Книга «Исход», пятая глава, первые и третьи стихи. «После сего Моисей и Арон пришли к фараону и сказали, «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Они сказали, Бог евреев призвал нас отпусти нас в пустыню на три дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом. Напоминаю, мы только что об этом говорили не раз, что евреи вышли из Египта 15-го числа месяца Ниссан. Не все вышли, только те, кто поверил, но вышли вместе с другими народами. Через три дня пути они должны были принести жертву и отпраздновать праздник. Три дня пути, 18-го числа месяца Ниссан, еврейский народ должен был совершить праздник в пустыне. Если вы сегодня спросите у раввина, о каком празднике идет речь, наверняка почти все вам скажут, мы не знаем праздник с жертвой, но мы не знаем. Но если вы знакомы с иудейской традицией толкования священных писаний, то наверняка знаете вот что. Когда на страницах Торы появляется событие или что-то происходит непонятное и не имеющее объяснения, это значит, что это каким-то образом связано с Мессией и будет нам понятно или станет нам понятно в его явлении. Итак, через три дня пути, 18-го числа месяца Ниссан, еврейский народ совершил праздник, который каким-то образом связан с Мессией и принес жертвы, дабы Господь не поразил их язвою или мечом. Совпадение ли это с тем, что мы с вами говорили выше? Или может быть еврейский народ пророческим образом отпраздновал грядущее воскресение грядущего Мессии, который безусловно является нашим Рашид, нашим начатком, нашим первенцем, нашим первородным, подобному которому мы должны быть. Вот такое размышление и рассуждение, которым я сегодня хотел с вами поделиться. Да благословит вас всех Господь, большим еще о Мессии. Аминь.